Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередной ролик с интервью немецкого ветерана, как вы все любите. Так что давайте послушаем, что там нам нацистик рассказывает. В начале своего пути я вступил в Лейпштандарт Адольф Гитлер 1 мая 41 года. Я был берлинцем и никогда не сомневался в том, что рано или поздно буду добровольцем в этом подразделении. Я часто видел их во время парадов в городе, на охране рейс-канцелярии и так далее. Бросались в глаза их красивая униформа, товарищеское отношение друг к другу. Кроме того, все они были очень высокими парнями, не менее 180 сантиметров. Восточный фронт, южное направление. По мере того, как продолжалось наступление на восток, мы продвигались к Херсону, где бои шли с 19 по 22 августа 41 года. Наш первый батальон атаковал деревню Снегиревка. Русские бежали, бросив огромное количество оружия и боеприпасов. Затем мы нацелились на Кавказ, взяв один за другим Бердянск, Мариуполь и Таганрог. Последний пал 17 октября. Продвигаясь от Мариуполя к Таганрогу, мы остановились на привал на обочине дороги. Были посланы разведчики, и они вскоре вернувшись, заметив перемещающиеся мимо нас на запад русские части. Возможно, русские не подозревали, что мы уже прорвали оборону на их передовых позициях, или пытались обойти нас, чтобы атаковать с тыла. Хотя, скорее всего, второе было маловероятно. Мы установили пулеметные точки на железнодорожной насыпи и изготовили минометы к стрельбе прямо на дороге. Последовавшие за этим бои продолжались недолго. Слава богу, мы не понесли никаких потерь. Ну а русские отошли, бросив большое количество оружия и снаряжения. Наступление на Таганрог продолжилось. Мы наткнулись на аэродром, спрыгнули с наших грузовиков, атаковали и захватили его. В то время, как самолеты русских все еще продолжали садиться и взлетать в воздух. Когда мы добрались до Таганрога, перед нами была поставлена задача захватить гавань, портовые сооружения и, кроме того, радиостанцию, которая находилась на возвышенности неподалеку. Когда мы ворвались в здание, в котором была расположена радиостанция, русские уже покинули ее. Они сломали антенну, и весь пол был залит ртутью из-за разбитого радиооборудования. Какое-то крупное судно попыталось выйти из гавани, но было потоплено огнем наших 88-мм зенитных орудий. Я до сих пор помню это судно, лежавшее полузатопленным на мелководье в 1942 году. Это было незадолго до того, как нас отвели на отдых во Францию. Мы продолжили наступление на восток, но вскоре были остановлены и вынуждены копаться. Мы оставались на этих позициях три недели. Нас раскидали по широкому сектору фронта. Поскольку оборонять приходилось обширный ровный участок, я со своим телефоном находился между командным пунктом и расположением третьего взвода. Дождь шел непрерывно, и день за днем продолжались арт-обстрелы. Мы постоянно ждали русского наступления, но казалось, это уже никогда не случится. В один из дней русский снаряд разорвался рядом с моим окопчиком и разнес вдребезги мой телефон и весь мой запас ручных гранат. Оглушенный взрывом, я ничего не слышал и было подумал, что убит, но оказалось, что я просто контужен. Телефона уже не было, но я все-таки был жив, что имело наибольшее значение. Наши потери постепенно росли, и все, способные воевать, оставались в строю. Боеприпасов становилось меньше и меньше, и буквально каждый был выстрел на счету. Мы сидели в наших окопчиках с примкнутыми штыками, ожидая вражеской атаки. И русские появились, но с поднятыми вверх руками. Они не шли в атаку, а сдавались, крича, чтобы мы не стреляли. С них было довольно. Мы видели, как следовавшие за ними комиссары пустились на утек, начали стрелять по ним, но последние оказались проворнее. К 17 ноября мы были готовы к тому, чтобы начать наступление на Ростов. 20 ноября, рано утром, мы двинулись вперед. Изначально мы должны были выступить в 5 утра, но туман был таким густым, что наступление перенесли на 11 часов. Сначала в путь тронулись разведчики. Через 20 минут за ними последовала пехота, которую поддерживали армейские танки. Позднее все говорили, что такого наступления еще не было. Обычно, когда танки останавливаются, пехота начинает окапываться. Но на этот раз, когда танки остановились, натолкнувшись на противотанковые рвы, мы продолжили наступление. Грузовики с боеприпасами следовали за ними, поскольку инженерные подразделения сделали все возможное, чтобы они могли перебраться через противотанковые рвы. Уже на следующий день мы вошли в Ростов. Однако, 2 декабря нам пришлось оставить Ростов. Противник был слишком силен. У нас закончились боеприпасы и продовольствие. Поскольку наше наступление было слишком стремительным, и мы оторвались от линии снабжения, у нас не было связи со штабом армии и интендантскими частями. Мы просто оказались сами по себе. Было очень холодно. У нас не было зимней одежды. А та, что была на нас, оказалась явно не по сезону. Отступление было обвальным. Нам пришлось убираться во своясь и как можно быстрее. Горючее в баках наших дизельных грузовиков замерзало. И нам приходилось подавать солярку в двигателя напрямую. Один человек сидел в кабине с полной канистрой солярки, в то время как другой подливал горючее прямо в двигатель из своей кружки. Это то, что нам приходилось делать всю дорогу, вплоть до того момента, пока мы не добрались до своих частей. Наши товарищи из вермахта занимали оборонительные позиции. Они не следовали за нами. Когда мы выходили из Ростова. Здесь, в промерзших окопах, мы встретили Рождество и Новый год. Мы постарались, чтобы наши блиндажи как можно более были комфортными, делая лампы из пустых консервных банок, заполненные соляркой и снабженной фитилем. В январе 42-го года мы переместились в какую-то деревню и построили себе укрытие с пулеметными гнездами в деревенских домах. По нашим меркам, условия были роскошными. Перед нашими позициями у реки располагались позиции стрелковой роты, разбросанной по широкому сектору обороны. К этому времени мы понесли большие потери, а пополнения не было. Помнится, каждый из нас должен был оставаться на 4 часа на посту. Затем следовал 4-часовой отдых. Ребятам из стрелковой роты приходилось тяжелее, поскольку им постоянно приходилось отбивать вражеские атаки. Нам часто приходилось поддерживать наших товарищей и стрелковой роты пулеметным огнем. С наступлением весны результаты нашей работы стали очевидными. Снег таял, и из-под него показались замерзшие трупы, которые быстро начали разлагаться. Вонь стояла нестерпимая. Однако, вскоре нас отвели с фронта и заменили полицейскими коллаборационистами. Мы были на полпути к Таганрогу, когда стало известно, что русские смяли наши оборонительные позиции, и нам пришлось возвращаться и выбивать русских с захваченной ими наших оборонительных линий. После этого русские громкоговорители на прощание пожелали нам хорошего отдыха во Франции. Так мы впервые узнали, что будем полностью сняты с фронта и отправлены во Францию на отдых и переформирование. Под Харьковом, 1942-й. Мы заняли оборонительные позиции. Снег был глубоким, стоял сильный мороз. Я получил приказ взять катушку и протянуть телефонный провод к расположению соседней части. Задание было совсем простым, но по дороге я наткнулся на русских. В действительности, это был русский женский батальон. Должен сказать, было страшно. Они выпрыгивали из своих окопов, боя как ведьмы. Я уже было подумал, что мне конец. И бросился бежать. В итоге добрался до своих. Ну и повезло мне тогда. Через пару дней они атаковали наши позиции. Нам пришлось отступить и бросить наших раненых. Отбив наши окопы, мы обнаружили, что все наши товарищи были убиты. Один из них был моим другом, который, как я, служил телефонистом. Мы носили с собой в ранцах необходимые инструменты, отвертки, плоскогубцы и прочее. Так вот, ему засунули плоскогубцы прямо в горло и задушили его. Мне пришлось собирать солдатские жетоны погибших перед их похоронами. Кто знает, что могло бы случиться со мной. Попади я в плен к русским в тот день. Сама мысль об этом сейчас заставляет меня содрогнуться. Под Харьковом, 1943. Я вернулся в свою часть, когда она готовилась к боям на Харьковском направлении. Перейдя в наступление, мы захватили участок обороны русских в ожесточенном бою. Затем русские отбили его, но мы восстановили положение. Казалось, конца боям за этот сектор фронта просто не будет. Мы брали его трижды, надеясь, что этот раз будет последним. Однако русские в очередной раз захватывали наши передовые полосы в ночной атаке, и наши позиции опять переходили в руки противника. Наше отделение пришлось прибегнуть к уловке, чтобы скользнуть от русских. Мы видели, как русский приближается к дому, в котором мы находились, и решили перехитрить их и не вступать в бой. С нами был переводчик, и он прокричал на русском приказ, после чего мы открыли окно, один за другим выпрыгнули из него и пустились бежать. Думаю, русские были немало удивлены, видя, как мы выпрыгиваем из окна один за другим и бежим мимо них. По счастью, это была лишь всего небольшая одиночная группа русских. Наши потери после всего этого оказались минимальными. После этих событий мы начали готовиться к наступлению на Харьков. Казалось, наступление началось успешным, но все пошло не так уж хорошо, и вскоре нам пришлось отступить с тяжелыми потерями. Наше командование не хотело повторения Сталинграда. Наступление на Харьков возобновилось 18 февраля 43-го года и завершилось 18 марта. Дивизия Лепштандарт и Дасрайх атаковали город 6 марта, и уже через два дня мы ворвались в город. Сопротивление русских становилось все более ожесточенным, и нам пришлось принять участие в тяжелых уличных боях. Когда мы вошли в пригороды, я был послан в тыл, чтобы сообщить о необходимости прислать нам боеприпасы. На пути в тыл я наткнулся на разветвление дорог. Предстояло принять решение, по какой дороге идти. После некого раздумия я пошел по правому ответвлению, и уже через пару минут увидел группу солдат, которые не выглядели немцами. Эти парни тоже остановились, они замахали руками, подзывая меня. Я удостоверился в том, что это были русские. Я тронулся в обратный путь, стараясь поскорее убраться из этого места. Добрался до развилки, пошел по другому пути, и в итоге добрался до интендантской части. Здесь я довожил фельдфебелю, что видел каких-то русских. Это вызвало немалый переполох. Русские были всего лишь в нескольких километрах от расположения нашей интендантской части. Когда я вернулся в свое подразделение вечером на грузовике с боеприпасами, моя часть вела упорные уличные бои за каждый дом. Вспоминаю один квартал, который нам необходимо было очистить от русских. Мы бежали вверх по лестнице какого-то дома, и обершарфюрер был впереди меня. Я видел, как он проскочил в какую-то дверь и исчез. Когда мы подбежали ближе, дверь была закрыта, но сам он пропал без следа. Мы очистили от русских этот квартал, но так больше и не увидели нашего обершарфюрера. Скорее всего, он попал в плен к русским. После захвата Харькова мы переместились, но через несколько дней мы вернулись в город и расположились в доме отдыха, в котором мы отдохнули, отмылись от грязи и очистились от вшей. После хорошей кормежки мы получили возможность сходить в кино или оперу. Я выбрал оперу и пошел слушать Бориса Годунова. Однако наступление продолжилось, и мы начали продвигаться в направлении Белгорода. Хорошо помни один случай, как будто это было вчера. Мы были в патруле, и все шло гладко, пока мы не поднялись на какой-то холм и не увидели на вершине артиллерийское орудие русских. Однако расчет оказался не на месте, и мы смотались до того, как они успели выстрелить по нам. Я сидел в коляске мотоцикла, который заглох в самый ненужный момент. Мы побежали к одной из наших машин, запрыгнули в нее и добрались до своих позиций вместе со всеми. Я был раздосадован, так как в коляске мотоцикла остался мой фотоаппарат. И поэтому на следующий день, когда стемнело, водитель мотоцикла, я и еще один товарищ на другом мотоцикле отправились к месту, где мы оставили нашу машину. Мы остановили мотоцикл на подъезде к тому самому холму и дальше уже шли пешим ходом. Затем мы ползли по какой-то придорожной канаве, в конце концов наткнулись на наш мотоцикл. Подобравшись к нему ползком, мы сумели завести его с первой попытки. Русские, конечно, открыли по нам огонь, но посчастливилось нам выбраться целыми и невредимыми. Мотоцикл и фотоаппарат вернулись к своим хозяевам. Вскоре наш батальон начал продвижение вперед. Я и еще один парень были посланы на разведку. Мы остановились у Стагасена, от которого открывался хороший вид на окружающую местность. Мы устроились поудобнее и остались на ночевку. Вспоминая этот момент, я теперь могу сказать, что мы вели себя довольно глупо, поскольку у нас не было ни рации, ни телефона. И у нас не было возможности связаться с нашим подразделением. Когда над нами пролетели два немецких самолета, мы выскочили и помахали летчикам руками. Они заметили нас, но почему-то решили, что мы русские и начали пикировать. Дважды они нас обстреляли. Мой приятель остался целым, но я был ранен вправо и бедро. Почувствовав, как теплая кровь потекла по ноге, я спустил брюки, чтобы разглядеть рану. Но, к счастью, пуля не вошла слишком глубоко. Я сумел извлечь ее сам и сделать себе перевязку. Мы вернулись к своими и доложили командиру обстановку. Я думал, что меня отправят в госпиталь, но рану сошли слишком несерьезные и я остался в строю. Курский выступ Наступило время величайшей в истории танковой битвы. Нам предстояло атаковать на южном фасе Курского выступа бок о бок с пансгренадерской дивизией Гроссдойчланд. Наша дивизия пошла в наступление, и когда мы пересекали небольшой перелесок, я был ранен. Снаряды взрывались над верхушками деревьев, и было столько шрапнелей и осколков, что каждый второй человек был ранен. Шрапнельный осколок угодил в мое правое плечо, вошел в легкое, прошел в нескольких миллиметрах от сердца и застрял между ребер. Я частично потерял зрение и едва различал светлые и темные тона. Один из моих товарищей, который получил легкое ранение, отвел меня в перевязочный пункт. Здесь меня перевязали, и я стал ожидать транспорта, который отвез бы меня в госпиталь. Машина пришла, но на пути к госпиталю мы были вынуждены двигаться по дороге, которую русские видели как на ладони. Они не делали послабление санитарным машинам, и на нас обрушился убийственный огонь. Но нам удалось добраться до госпиталя. Меня вытащили из машины и уложили на стол. Пришлось ждать, потому что было много ребят, у которых были куда более тяжелые ранения. Я видел, как многие из них умирали прямо здесь, на земле. Уже ночью меня отнесли в операционную палату и положили на стол. Мне дали какое-то малоэффективное обезболивающее средство, но так или иначе я старался оставаться в сознании. Я чувствовал, что если отключусь, то уже никогда не приду в себя. На следующий день меня отвезли на железнодорожную станцию, где вместе со многими другими ребятами мне целый день пришлось ждать погрузки на поезд. Прошел слух, что русские прорвались. Что теперь? Мне уже доводилось видеть то, что случалось с солдатами в АФНСС, которые попадали в руки русским. Но, к счастью, все кончилось хорошо для меня. Подали состав и нас отвезли подальше в тыл, где перегрузили на другой, более комфортабельный госпитальный поезд. В итоге я оказался в госпитале в Курске, где оставался еще неделю. Затем опять я отправился в путь через Чехословакию и Австрию, в армейский госпиталь. Когда мы сошли с поезда, все, кто был в состоянии идти, отправились в госпиталь пешком. Я оказался среди тех избранных. Ну и вид был у нас, когда мы брели через этот городок. Доктора не смогли найти в моем теле никакой шрапнели. Зная, что во мне что-то сидит, я спросил, могут ли меня отправить в госпиталь СС в Вене. После продолжительных выражений недовольства местное начальство согласилось. В ССовском госпитале мне сделали рентгент и обнаружили кусок шрапнели, застрявший между ребрами. Он так и сидит в моем теле по сей день. 1945-й. 17 апреля мы прибыли в Лехтемберг, расположенный у проселочной дороги между Пилигримом и Маркендорфом. В этот же день мы заняли оборонительные позиции на опушке леса. Я командовал отделением тяжелых пулеметов. У нас было два пулемета. Мы окопались и установили наше оружие так, как полагалось. Ночью было спокойно. Мы слышали гром артиллерийских орудий где-то вдалеке, в направлении на Франкфурте-на-Одере. И не могли сказать, наша это или русская артиллерия. 18 апреля мы были готовы к бою. И после полудня атаковали русских на нашем секторе фронта. Сначала вперед шла пехота, мы следовали за ними на установленном расстоянии, так как нас учили. Неожиданно мы услышали гул сталинских органов. На нас обрушился вражеский огонь, но мы продолжили атаку. Мы уцелели, но к вечеру пришел приказ отступить на прежней оборонительной позиции. Двое наших ребят погибли в этой атаке. Я сам получил легкое ранение. Маленький осколок попал мне в лицо. Следующий день прошел относительно спокойно. И мы похоронили своих убитых на Лехтенбергском кладбище. После полудня русские танки появились на дороге между Франкфуртом-на-Одере и Малороссе. Мы видели, что на танках были привязаны немецкие дети и женщины, так что ничего не могли им сделать. Мы не хотели убивать своих женщин и детей. Все, что мы могли сделать, это молча смотреть, как танки противника выходят на новые позиции. Этот маневр дорого обошелся нам на следующий день. В 2.30 ночи 20 апреля русские атаковали нас. И в этой атаке они понесли тяжелые потери. Немного позже, в 5.30 они вновь атаковали нас. На этот раз после интенсивного арт-обстрела. В этот раз мы не смогли удержать свои позиции. Стволы наших тяжелых пулеметов перегрелись так, что дальнейшее их использование стало невозможным. Мы отступили на запасные позиции, подготовленные для нас. В 18.00 последовало новый атак русских. В этот раз при поддержке авиации и танков. Затем русские окопались напротив нас. Вечером пришел приказ выслать вперед разведпатруль, чтобы выяснить, какие силы противостоят нам. В эту вылазку отправился я и еще двое парней. Дела наши были плохи. Командовать некому было. Наши офицеры бросили нас и оставался только командир роты, парнишка, 18-19 лет, который не имел никакого боевого опыта и только что окончил офицерскую школу. Но худшее было впереди. 21 апреля мой командир взвода сказал мне, что наш полковой командир, оберштарфюрер СС Розенбуш, покончил с собой. Мы перегруппировались и заняли линию обороны, протягивающуюся от Петерсдорфа до Бризена. В Бризене нам сказали, что на станции будет формироваться железнодорожный состав, на котором мы сможем переправиться туда, где нам найдут лучшее применение. Какое-то время мы ждали, но так поезд и не появился. Здесь были несколько тысяч беженцев и множество военнослужащих различных родов войск. В конце концов мы решили не ждать этот поезд. Пешим ходом мы вышли к автобану, где заняли оборонительные позиции вместе с другими войсковыми подразделениями. 21 апреля русские атаковали нас снова. Их поддерживали танки, штурмовая авиация и подразделения Зейдлица. В существенной мере мифические военские части, состоящие из бывших немецких военнопленных, согласившиеся на участие в боевых действиях на стороне советской армии. После ожесточенных столкновений мы вновь отступили. Вскоре мое подразделение увеличилось в численности, так как к нам присоединили сражавшиеся на нашей стороне Венгрии. Помнится, мы шли от деревни к деревне, пытаясь найти какую-то провизию. Люди были голодны, а солдат не может воевать на пустой желудок. В одной из деревень мы наткнулись на штаб-квартиру какого-то генерала. Мы доложили ему о прибытии и получили горячую пищу, что резко подняло наш боевой дух. Нам также раздали хлеб и какие-то продукты, что улучшило наше настроение еще в большей степени, после чего мы тронулись в дальнейший путь. Возле местечка под названием Сторков мы встретили оберштарфюрера СС по фамилии Жунгханс, который принял нас под свою команду. Он спросил, готов ли я и мои солдаты сопровождать его. Мы согласились и последовали за ним. С этого момента я стал его телохранителем и всюду следовал за ним. Под его началом была разношерстная часть, состоявшая из множества батальонов и рот. И он попытался воссоздать линию фронта, удерживаемую этими подразделениями. Сначала мы оказались в местах, где я когда-то прошел курс боевой подготовки. Затем мы поехали в город. Подъехав к крайней деревне, мы увидели белые простыни на окнах, говорящие о том, что местные жители готовы к капитуляции. И в этот момент мы оказались под минометным и оружейным огнем русских. Мы продолжили движение в следующий город. Там мы обнаружили, что русские уже оккупировали этот городок и перестреляли каких-то немецких солдат. Выяснилось, что среди убитых было несколько солдат СС, которых выдавал русский какой-то старик, живший в доме, стоявший в стороне от других. На следующий день, 24 апреля, наш командир с несколькими танками предпринял попытку атаковать ферму, которую за день до этого заняли русские. Он хотел захватить эту ферму, поскольку она занимала ключевое положение в линии обороны, которую он хотел создать на этом участке. Эта атака оказалась неудачной, и мы потеряли нашего командира, который был ранен в этом бою. Опять мы оказались сами по себе, и пришлось отправиться дальше на запад. Вскоре мы наткнулись на колонну солдат и беженцев, которые рвались на запад, стараясь спасти свои шкуры. Пришлось следовать за ними. Мы добрались до Кумерсдорфа, где приняли бой с преследующими нас русскими. После этого боя я с небольшой группой своих товарищей из СС оказался в бесконечной колонии военнослужащих всех родов войск и беженцев, уходивших на запад. Ну вот такой получился у меня ролик. Пишите обязательно комментарии, особенно о том, как они привязывали женщин и детей на танки. Не забывайте поставить лайк, подписывайтесь и всем пока!